Наука утверждает, что на Земле существовала только одна разумная цивилизация, и это мы. Но тогда чем объяснить археологические находки, которые свидетельствуют, что наши предки были умнее нас? Кто населял Землю до нашей жизни? Об этом в научно-познавательном проекте «Древние гении». Зачем спецслужбы охотятся на НЛО? И правда ли, что в США существует программа по поиску инопланетных цивилизаций? Что скрывают люди в погонах? Об этом наше документальное расследование «Братья по космосу». Недавно ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, голубая кровь не выдумка. Исследователи древних текстов утверждают, что человекообразные существа с голубой кровью встречаются в шумерских летописях. Неожиданная версия появления на Земле долгожителей с голубой кровью в проекте «Кровь звездных драконов». Они появляются ночью, почти мгновенно, без шума и пыли, в безлюдных местах, удаленных от человеческого жилья. Мало кто знает, но первые упоминания о таинственных кругах на полях появились еще в 17 веке. Думаю, вряд ли кому-то в 1658 году, а именно этой датой отмечено первое письменное свидетельство, пришло в голову их вытаптывать для того, чтобы ввести в заблуждение научный мир средних веков. Сегодня за окном 21 век. Предположений много, но точного ответа до сих пор нет. О новых версиях, объясняющих тайну появления кругов на полях, в проекте «Письма из космоса». Северная Дакота. Этот американский штат находится на самой границе с Канадой. И эти места одни из самых малонаселенных в США. В столице региона живет всего лишь 50 тысяч человек. Основное занятие местных жителей – сельское хозяйство. Бесконечные поля пшеницы, ржи, ячменя и подсолнечника – основа здешних пейзажей. Это тихое местечко никогда не привлекало к себе внимания. Не каждый американский школьник смог бы найти на карте этот далекий штат. Но в 2000 году все изменилось. Местный фермер Рэнди Бата стал настоящей звездой. На территории своих угодий он увидел необъяснимый феномен, который изменил всю его жизнь. Одним осенним утром мужчина отправился на каждодневный облет территорий. И увидел на поле необычные рисунки. С собой у него оказалась видеокамера, и Рэнди смог заснять странный объект. На видео отчетливо видно, что изображение похоже на загадочный символ с буквой «Ф» в центре композиции. Но что означает эта пиктограмма? А главное, как она могла появиться всего лишь за одну ночь? Круги на полях. Подобные изображения появляются уже на протяжении десятков лет в самых разных местах. Это могут быть овалы и ромбы, квадраты, треугольники. Поразительно. Но все эти рисунки объединяют точные геометрические пропорции. На первый взгляд они кажутся простыми. Но это иллюзия. Обратите внимание, плоское двумерное изображение трансформируется в трехмерное. И здесь то же самое. В обычном треугольнике зашифрованы шесть кубов. А пропорции этой пятиконечной звезды идеальны. Это классическая формула золотой середины. А это уже более сложные фигуры. Фракталии, состоящие из повторяющихся сфер. Эти невероятные узоры просто поражают воображение. Но и это не все. С каждым годом исследователи фиксируют все более и более сложные рисунки на полях. Только взгляните, здесь изображено затмение. Тут солнце встает из-за пирамиды. А это невероятное лицо гуманоида появилось возле обсерватории в Англии. Так что несут в себе эти пиктограммы? Что хотят сказать их создатели? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что есть куча разных теорий. Считается, с одной стороны, человек губит землю. То ли сама земля пытается воспротивиться и достучаться до человека, что среда питания уже уничтожена фактически. Есть теория, что параллельный мир, опять же, обеспокоен, что человек неразумно себя ведет, и поэтому надо как-то его остановить или объяснить. В августе 2001 года в местечке Чилболтон, в графстве Хемпшир, Великобритания, на Хлебном поле была обнаружена огромная пиктограмма. Она представляла из себя сложный комплекс изображений. Специалисты, тщательно изучившие данные творения, пришли к выводу, что это может быть только ответ внеземной цивилизации на послание землян, отправленное в виде радиосигнала в 1974 году. Тогда ученые Корнельского университета с помощью радиотелескопа отправили в открытый космос зашифрованное послание. Двоичный код содержал своеобразную визитную карточку человечества. Астрономы попытались вложить в эту формулу информацию о населении нашей планеты, о строении Солнечной системы и другие данные, которые позволили бы понять, как выглядит жизнь на Земле. С одной стороны, конечно, на том уровне, которым тогда закладывалась вообще информатика, да, там двухбитная идет система передачи информации. На том уровне, как мы могли послать, это же излучение шло двумя битами, туда-сюда, значит, вот эту структуру отправили. Мы не способны больше послать ничего. У нас нет таких технологий. Ученые нарисовали человечка. Эти изогнутые линии – двойная спираль молекулы ДНК. Она есть в ядре клеток всех живых существ нашей планеты. В самом верху картинки зашифрованы описания пяти основных земных химических элементов. Это водород, углерод, азот, кислород и фосфор. Именно они являются строительным материалом жизни. Также ученые рассказали о планетах Солнечной системы и выделили среди них Землю. Вот она. А это остальные космические тела. Также место нашлось и линейному счету. Изображены цифры от одного до девяти. Ученые предполагали, что это своеобразное послание обязательно найдет адресата в открытом космосе. Но когда именно это произойдет, никто не загадывал. Но астрономы надеялись, что ответ от братьев по разуму смогут получить хотя бы наши потомки. Ведь сигнал, направленный в сторону звезды М13, мог преодолеть расстояние до нее лишь за несколько сотен лет. И ровно столько же он должен был бы идти обратно. Но пиктограмма в Чиболтоне заставила многих поверить, что послание уже услышано. Когда нам дают вот такие зашифрованные послания, ребусы, это обязательно. Мы здесь обучаемся и мы должны развивать свой интеллект. Когда мы к этому не прикладываем ничего, нам приходится давать вот такие послания, когда они один в один повторяют то, что мы уже знаем. И это как раз говорит о том, что это очень примитивная картинка, потому что она зеркально повторяет другую картинку, которую послали мы. На ней думать не надо. Именно рассчитано на самый слабый интеллект, что мы ее определим. Мы определили ее как ответное послание на Ари Сиба. Это тот самый рисунок. Он очень похож на визитку человечества. Неужели некие обитатели Вселенной тоже прислали нам свой портрет? Только посмотрите. Вот это человекоподобное существо. А это модель ДНК. Она отличается. В ней три спирали. На одну больше, чем у землян. И еще одно очень существенное отличие. К основным химическим элементам, встречающимся на Земле, прибавлен еще один. Кремний. Схема нашей Солнечной системы заменена. В ней ясно читается карта звездного неба. Но как им удалось сделать пиктограмму на пшеничном поле? Какие силы могут так воздействовать на растения? Возникновение кругов определяется как воздействие некоторого электромагнитного воздействия на поля. Это бывают и пшеничные поля, как правило, и кукурузные. Или поля люцерны. Некая сила, инструмент некий, механический, воздействует на поле и выявляет потом на нем очень сложную симметричную структуру, которая не подвластна человеческому умению. А это, видимо, устройство, с помощью которого и отправили к нам послание внеземные существа. Ученые НАСА использовали для этого радиоантенну. А неизвестные создатели рисунка изобразили своеобразное микроволновое устройство. Но удивительно другое. Просто невероятным оказалось открытие, которое исследователи сделали не сразу. В это трудно поверить. Но ровно за год до появления этой пиктограммы в виде визитной карточки точно на этом же месте появился рисунок именно микроволновой антенны. Самое интересное было через год, когда в том же месте, тоже в августе 2002 года, около этой же обсерватории, появилось еще одно послание. Уже явно трудно назвать подделкой, трудной игрой природы, поскольку это изображение было, опять же, лик. И послание уже в виде аналога CD-диска. Многие ученые уверены, никакого послания изображения на полях не несут. Ведь мистификаторов, рисовавших круги ради развлечения или личной выгоды в истории, было немало. Например, Дугласу Боуверу и Дэвиду Чарли удалось стать известными благодаря заявлению о том, что они являются авторами нескольких сотен кругов на полях. Начиная с 1966 и до 1988 года, вы могли видеть множество фотографий кругов на полях и читать о них статьи. И чаще всего там сообщалось, что это следы НЛО. Это не так. Их рисовали мы. Это заявление двух пенсионеров из Гемпшира в 1991 году показали почти все новостные программы в мире. В интервью мужчины рассказывали о своих взрослых проказах. Они просто хотели пошутить и ничего больше. Розыгрыш удался. Новоиспеченные герои даже показали, как они создавали свои шедевры. Способ создания кругов на полях оказался очень простым. Для замысловатого рисунка нужна лишь веревка и деревянная дощечка. Вот как это делается. Если выйти в поле, взять в руки веревки, а ногой наступать на деревянную поверхность, то доска легко прижмет колосья злаков к земле, и те начнут стелиться по ней. Таким образом, можно создавать не только круги, но и овалы, треугольники, а также другие геометрические фигуры, на какие хватит фантазии. Подделки, как правило, это элементарный круг или куб, или надпись, или логотип какой-то фирмы, не зараженные никаким электромагнитным излучением, не симметричные, колосья поломанные. И сам круг не несет никакой информации для человека, чтобы он ее разгадал, подумал над ней. Но, как правило, подделки делают люди, которые хотят попасть в новости или заработать. Действительно, можно предположить, что необычные круги – дело рук двоих шутников. Но тут возникает вопрос, сколько можно сделать рисунков на полях ради розыгрыша? Один, два, десять? Но скептикам показалось странным не спать по ночам в течение 30 лет и вытоптать сотни, а то и тысячи изображений в траве. Такое объяснение не удовлетворило исследователей. Версия Дэвида и Дугласа звучит неубедительно. Если взглянуть на географию рисунков, круги появлялись в США, Франции, Японии, России, Канаде. Как два пенсионера успевали не только путешествовать, но и создавать по несколько изображений за одну ночь? Ведь только в Великобритании могло возникнуть до пяти кругов, причем в разных графствах. Но взгляните на эти рисунки. Они точно сделаны людьми. Изображения исполнены очень грубо. Симметрия в них не соблюдена. Эти кривые овалы сильно отличаются от тех элегантных сфер, которые встречаются на полях. Возможно ли с помощью веревок и досок за одну ночь в темноте создать нечто подобное? Эксперты уверены – нет. Так значит ли это, что пенсионеры рассказали неправду? Но если их история – фальсификация, то рисунки действительно появлялись сами по себе. Такую сложность невозможно создать человеческими руками. Даже невозможно подумать, что человеческий разум способен на это. На такие рисунки способна только более высшая сила, которая обучает нас и хочет сделать человека более разумным, более правильным в своих действиях. Некоторые эксперты решили окончательно доказать неискусственное происхождение рисунков в полях. При более внимательном изучении аномалии в Англии было обнаружено, что колосья лежат строго параллельно внешней границе кругов. И не только примяты, но и закручены. Причем некоторые ряды закручены по часовой стрелке, а другие – против. При помощи обыкновенной доски и веревки человек не может сотворить нечто подобное. Для этого необходимы другие инструменты. Но самое невероятное, что ни один из стеблей не был поломан. Какая-то сила просто аккуратно пригнула их к земле. Но при этом имелись небольшие разрывы волокон. Однако исследователи обнаружили еще одно необычное явление. Среди колосьев было обнаружено множество мелких расплавленных металлических частиц размером от 20 до 30 микрон. Причем они обладали устойчивым радиационным фоном. Эта область была проверена на радиацию. Я сам присутствовал при этом. Ко мне поступали все результаты этих измерений. Причем мы брали пробу в двух точках. На поверхности почвы и еще внутри самих кругов, где трава. Специалисты были просто шокированы. Уровень радиации внутри этого круга в 10 раз превышает норму. Осмотрев множество подобных полей с кругами, исследователи убедились в их полной идентичности. Они составили подробный перечень характерных признаков, а круги, которые их содержат в полном объеме, назвали аутентичными, то есть подлинными. И это значит, что они созданы не человеком. Некоторые ученые уверены, причину нужно искать в естественных природных явлениях. Они обратили внимание на то, что рисунки образуются в местах, где существуют грунтовые реки. По их теории, движущуюся воду можно рассматривать в качестве своеобразного генератора, который способствует созданию статического поля. Именно оно могло воздействовать на колосья, пригибая их к Земле в определенном порядке. Все ученые, которые стараются подвести базу, такую научную, ограниченную под эти круги, они просто не могут или не знают, или не хотят воспринимать ту информацию, которая еще лежит внутри. Если человек видит какой-то шар, некую сферу, то, возможно, за этим маленьким объектом стоит более большой объект, более большой инструмент, который воздействует на это поле мгновенно и использует для этого и даже электромагнитные силы Земли, и самой Земли. Очевидцы, они могут увидеть, но не могут зафиксировать это документально, потому что это все происходит очень быстро, мгновенно. Человек не успевает это сделать. Но если сведения очевидцев о светящихся шарах можно объяснить, то другой факт не поддается логическим рассуждениям. Люди, которые пролетали над кругами на вертолетах, рассказывают о странном поведении приборов и механизмов машины. По их словам, где-то начиная с высоты в 100 метров, при снижении стрелки контрольно-измерительного оборудования начинали отклоняться от нормы. Самое же непонятное происходило с двигателем. На высоте ниже 60 метров он глох. Пилоту приходилось уходить как можно дальше от злополучного круга на поле, чтобы газотурбинный агрегат вновь заработал и несущий винт начал вращаться посредством механической тяги. Чем можно объяснить этот феномен? Эксперты уверены, изображения на полях имеют собственное магнитное поле. Там у нас были меряющие электростатическое поле, магнитное и прочее. Они исследовали с помощью биологических зондов растительность. То есть они измеряли электрический потенциал растений внутри и вне. Вот они нашли, что очень существенно меняется электрическая проводимость в растении в зависимости, где взято растение. По электропроводности растений была видна прямо вот структура этой зоны, этого места проявления. Специалисты, которые верят, что рисунки на полях имеют собственный энергетический фон, приводят в доказательство невероятные истории исцелений. Существует немало примеров, когда человек, пробыв несколько часов среди лежащих колосьев, излечивался от рака, туберкулеза, болезни почек и печени. Его здоровье заметно улучшалось. Многие люди просто становились менее раздражительными, чувствовали прилив оптимизма и энергии. Некоторые исследователи считают, что такое благоприятное воздействие пиктограммы имеет за счет своего внеземного происхождения. Но скептики утверждают, что сведения об исцелениях внутри кругов – это миф. Когда люди, которые знают, что здесь есть круг, они бегут для того, чтобы излечиться, подумать, что этот круг божественный, и приобрести для себя некую божественную силу. Но это, конечно, не так действует эффект плацебо, потому что эти круги совершенно не влияют на нашу электромагнитную оболочку. Это электромагнитное излучение самого круга является остаточным и не вредит человечеству. Эксперты приводят еще один сценарий образования таинственных кругов на полях. Ученые утверждают, причина возникновения рисунков – это плазменные вихри. Они несут в себе огромный запас электромагнитной энергии, которая содержится во вращающемся столбе воздуха. Такой электрический заряд зависает высоко над полем, со временем он становится нестабильным, опускается к земле, а затем буквально рассыпается по окружности. Освободившаяся энергия вызывает статическое электричество. Оно взаимодействует с магнитным полем планеты и в результате укладывает злаки вдоль силовых магнитных линий в соответствии с законами физики. Специалисты считают эту теорию довольно правдоподобной. Но остается вопрос. Такая версия объясняет появление обычных кругов. Но тогда как образуются более сложные формы? Например, пиктограммы в виде треугольников или птиц. Для создания таких творений требуются какие-то иные способы взаимодействия сил природы. Когда есть уже изображение, есть уже творчество какое-то, то это говорить, что это вихри. Да, там какой-то из, по-моему, американских исследователей приехал с аппаратуры и ждал там появления. И тут во время то ли образования он увидел, что суетятся муравьи. И он отнес вот эту работу по укладке растительности за счет движения муравьев. Совершенно это, понимаете, это полный этот нонсенс, потому что, скорее всего, животные засуетились от какого-то наведенного поля или излучения, как вот чувствуют там собаки или лошади. уже заранее мы еще не слышим, не чувствуем, они чувствуют эти воздействия. Так и тут, скорее всего, эти муравьи шевелились именно в ужасе от того, что почувствовали. Как образовываются круги на полях, пытались выяснить и отечественные ученые. Необычные изображения на российских сельхозугодьях тоже не редкость. В ночь на 22 июля 2005 года в городе Тольятти Самарской области появились круги прямо в черте города. 30% гречишного поля было уничтожено рисунком. Еще 10% вытоптали любопытствующие горожане. И все-таки большая часть людей была уверена. Это послание от внеземных цивилизаций. Вокруг поля расположены высотные жилые дома. Из окон накануне появления кругов многие видели свечение над полем и непонятные объекты в воздухе. Появление пиктограммы в Тольятти так и осталось загадкой. Мнения исследователей разделились. Половина отстаивала версию инопланетного происхождения знаков. Некоторые говорили, что причина вздвига геологических плит. Волжский разлом проходит совсем недалеко. Другие специалисты, в том числе и уфологическая комиссия города однозначно заявили, на Тольяттинском поле пошалила молодежь. На любой колосок, особенно высохший, и по которому кто-то прошел ногами, бревном, доской, любым вибратором, он сломается. То есть в настоящем круге не должно быть сломан колосков. Они должны быть только изогнуты, а не сломаны. Год 2011. 24 мая. Краснодарский край. 30 мая. Ставропольский край. Город Новоалександровск. 11 июля 2012 года. Поле вблизи Челябинска. Вы видите всего лишь три любительских записи. Они сделаны в разных областях нашей страны случайными очевидцами. А это абсолютно безжизненная земля. В ней не осталось ничего живого. Даже микроорганизмов. Пробы были взяты на месте появления кругов. Почву словно тщательно простерилизовали. Исследовали зерна на полях, где появляются круги, и обнаружили, что в некоторых случаях подавлялась процесс вызревания зерна. То есть в других местах наоборот если например это кольцо, знак на поле сформировался уже в конце сезона летнего, то растения из зерен собранных на этих местах чуть ли не в пять раз быстрее давали всходы и развивались быстрее. сведения о странных рисунках на сельскохозяйственных угодьях появились еще на страницах советских журналов. Появление необъяснимых объектов фиксируется на территории России с 50-х годов прошлого века. Так же, как и во всем остальном мире. А с середины 80-х колхозные поля СССР захлестнула настоящая эпидемия. Такого количества необычных пиктограмм на пшеничных и гречишных посевах не фиксировалось никогда. Странные явления ученые объяснили высокой солнечной активностью. Я не знаю, как солнце может повлиять, чтобы выжечь оно может поле. По-другому никак оно не может повлиять на колоси, чтобы оно согнулось, заплелось в косичку и легло в форме куба. Эта теория никак не поддается. Никакие червячки, которые снизу воздействуют на корешки и они ложатся в геометрической фигуре. Это просто абсурд. Какую бы теорию под это не подводили. Количество кругов зависит от активности солнца. Если это всего лишь солнце, почему рисунки так изменились? До конца 70-х годов простые окружности. С 1986 года начали встречаться изображения с внешними кольцами. А в 90-х россияне могли наблюдать многофигурные пиктограммы. Что за послания несли рисунки? И могли ли их объяснить специалисты? Здесь работает также топонимика. Нам задают появлением круга то место, откуда мы должны взять информацию. То есть вот Краснодарский край, Краснодар. Вот мы смотрим количество букв этих, что в них, и ищем по информационным системам, с чем же пересекается эта информация. Вот потому, что это в Краснодарском крае появляется, нам говорят, что красным дан какой-то дар. Красный это наш привязанный к нам топоним, что ли, или наше определение российское. Они красные. Нас до сих пор на Западе так красными и называют. С тех пор, как в СССР появились первые специалисты по изучению и расшифровке кругов на полях, большая часть сообщений о таинственных знаках была систематизирована. Все круги записаны и описаны, но расшифровать хотя бы один рисунок так никому и не удалось. Круги видно хорошо только с воздуха, а не с поверхности Земли. Это уже говорит о том, что круги явно не для людей. Во-вторых, почти отсутствующая повторяемость изображений указывает на то, что круги не могут быть никаким там алфавитом, в том числе и небесным. Да, я допускаю, что какая-то информация в них присутствует. Весь вопрос только для нас ли она. Настоящей страной-рекордсменом по появлению кругов на полях является Великобритания. Причем изображения возникают с невероятной скоростью и частотой. Только за одно лето в Англии нашли 200 необычных рисунков. Но самое невероятное, что 90% посланий образовываются в графстве Уилтшир. А именно в этой местности находятся самые важные древние святыни Великобритании. Мегалитические сооружения, которые появились здесь тысячи лет назад. Это Эйвбей. Одно из самых древних культовых сооружений на планете, возраст которого примерно на 5 тысяч лет. В центре комплекса круг, отгороженный рвом. Его размеры по-настоящему впечатляют. Диаметр сооружения 350 метров. По всему периметру установлены каменные столбы. Всего их около 100, и каждый весит 50 тонн. Внутри большой сферы расположены две меньших, по 108 метров в диаметре. На юге от комплекса начинается аллея, которая соединяется с еще двумя кругами. Археологов поражают размеры Эвбери и его точные геометрические пропорции. Это необычное место считается центром верований друидов. И здесь часто встречаются рисунки на полях. Мы рассмотрим саму Англию. Когда мы пишем слово Англии опять на русском языке, оказывается, что из него можно составить и английское слово алиен, пришельцы или инопланетяне, и лингва, язык. Если вместе складываем опять эти понятия, получается инопланетный язык. То есть Англия выбрана в качестве такой записной книжки, на которой эти послания передают в мир. А так же, как и допустим человек живет в своем мире, ему надо где-то он учится с помощью чего-то. Онхендж как наблюдение за космическим пространством это календарь. Даже в самом слове календарь заложено понятие сакральное именно ожидание камня с неба. Так вот, Стоунхендж это предупреждение, то есть ожидание даты мы наблюдаем. Эвбери это уже памятник тому, что камни падали с неба и упадут еще. А инопланетяне уже через информацию символического характера тоже предупреждают нас о камнях. Этот комплекс вызывает у исследователей огромное количество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Но удивителен и тот факт, что с высоты Стоунхендж и Эвбери так похожи своими очертаниями на сферы, которые появляются на соседних полях. Так может быть древние строители взяли за основу именно форму непонятных рисунков? Может быть они считали, что это послания, которые оставляют нам высшие существа? Эксперты уверены, что друиды строили свои сакральные комплексы в определенных местах, которые обладают особой энергетикой. И как раз районы, где появились круги на полях, люди и посчитали самым удачным местом, чтобы наблюдать за космическими телами. Обсерватории, календарьи, они имеют форму круга. Круг всегда считался символом колеса, символом движения, символом объединения и обобщения. То есть вся эта обсерватория, она говорит о том, что человек ведет счет для некого события, чтобы определить некое событие. Это событие является падением камней на нашу землю, которая раз в пять тысяч или раз в десять тысяч лет случается на нашей земле. Но если древние люди действительно строили огромные комплексы в местах, где чувствовали необычную энергию, то возможно ли, что круги появлялись в местных краях и тысячи лет назад? Интерес к необычным рисункам возник во второй половине двадцатого века. Именно тогда исследователи начали систематизировать странные изображения. Официально первый круг был зафиксирован в 1972 году в Англии. Свидетелями самопроизвольной укладки колосьев стали Артур Шаттлвуд и Брюс Бонд охотники за НЛО. С этого момента сферы на полях стали появляться в разных точках земного шара. Тогда ученые решили выяснить возникновение подобных явлений. Интерес к феномену был так велик, что возникла отдельная наука, изучающая подобные круги. Ее назвали циреология. Я думаю, что еще какие-то смыслы мы из них вытянем однозначно из кругов. Раз они появляются, значит, это кому-то нужно. Значит, это нужно и нам. Если моя теория верна, что нам кто-то их с высшего разума передает, значит, они нам пытаются еще донести что-то. Значит, нам надо постараться это понять, что они доносят. Хотя специальная наука по изучению кругов на полях появилась только в 20 веке, но была боязнь разоблачения связи с некой неведомой силой, что каралось религиозно. И не было тех людей, которые могли бы расшифровать эти круги. То есть знания человечества были не настолько велики, не настолько обширны, как в наше современное время. Разработки так называемого волнового оружия активно велись в Советском Союзе. Ученым удалось создать дистанционные установки, которые могли на расстоянии 500-600 метров буквально прожечь кожу человека. Но в 90-х годах прошлого века исследования были приостановлены. Катастрофически не хватало средств. По сведениям специалистов, после развала СССР все технологии были проданы английским и американским военным. Установка работала по принципу микроволновой печи. Но нагревательные процессы в ней шли не внутри, а выводились наружу. Известно, что первые секретные эксперименты были проведены под Красноярском. Работающий аппарат вызвал появление на пшеничном поле кругов и других загадочных рисунков. Специалисты объясняют, что при воздействии потоков холодного и теплого воздуха образуются вихри, которые и укладывают колосья ровными рядами. С помощью такого микроволнового излучателя можно спокойно рисовать картины на поле, двигая установку по заданной траектории. Эксперты предположили еще более простой способ создания необычных сфер с помощью своеобразного трафарета, через который и поступают волны. лазерная лазерная пушка. Что такое лазерная пушка? К ней нужен блок питания огромнейший. Чтобы получить такую мощность, нужен огромный блок питания. Мощный лазер, который, тем более, если это должен быть не оптического диапазона, а уже ближе к микроволновому, неодимовый лазер, они требуют очень огромных мощностей для накачки вот этого. Там же сначала накачивается, потом простреливается. Но если круги на полях действительно лишь результаты испытания нового оружия, то возникает вопрос, зачем военным тратить время и рисовать на сельхозугодьях картины? Разве не проще направлять микроволны против конкретных целей на полигонах, чтобы определить силу установки, причем делать это в условиях абсолютной секретности? Так или иначе, точного ответа на вопрос, как появляются таинственные пиктограммы, до сих пор не появилось. Хотя уже несколько десятилетий ученые целенаправленно пытаются разгадать эту загадку. Но пока у них это не получается. Спорам, предположениям, версиям и опровержениям нет числа. Но кто же из исследователей все-таки прав? Может быть, через какое-то время нам все-таки удастся выяснить, что означают круги на полях? субтитры виситры и субтитры виситры виситры Продолжение следует...